Взятничество наносит колоссальный вред как современному российскому обществу, так и государству, подрывая его авторитет. На практике часто возникает вопрос разграничения подарка и взятки. Как же их отличить? Взятка преподносится должностному лицу в целях получения определенной имущественной выгоды за конкретные действия либо бездействия по службе или же за общее благоприятное отношение в пользу дающего. Вопреки распространенному заблуждению у взятки нет минимального размера. Основным критерием является мотив, по которому гражданинам передаются ценности или выполняются услуги. Дарение происходит безвозмездно, без каких-либо встречных обязательств со стороны одаряемого. В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации допускается дарение обычных подарков, стоимость которых не превышает 3000 рублей работникам образовательных медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также аналогичным организациям, лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъекта Российской Федерации, муниципальные должности, государственным служащим и муниципальным служащим. Однако, независимо от размера незаконного вознаграждения за совершение действий или бездействие по службе может быть расценена как взятка, если передача ценностей связана со встречной передачей вещи или права, либо наличием встречного обязательства. Момент передачи вознаграждения при этом значения не имеет. За указанные действия лица могут быть привлечены к уголовной ответственности. Размер взятки влияет только на квалификацию содеянного. Если размер взятки не превышает 10 тысяч рублей, указанные деяния являются мелкой взяткой. Уголовный наказание за которое предусматривает лишение свободы до одного года. Если больше, максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.